Здравствуйте, меня зовут Яна Складцева, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о моде и красоте, а также о бумном шопинге. Сегодня речь пойдет об отращивании волос. Я расскажу вам о своем любимом способе отращивать волосы, который на мой взгляд наиболее эффективен, менее затратен что по деньгам, что по времени. Извините, я сейчас поправлю микрофон. Итак, этот способ на мой взгляд наименее затратен что по деньгам, что по времени, и именно о нем я расскажу в своем первом видео, но будет также еще несколько видео, которые будут посвящены отращиванию волос. И, соответственно, я расскажу о других способах, которые я на себе тоже попробовала. Вообще на Айреке существует такое понятие, как волосяной маньяк. Я могу сказать, что да, я одно время была волосяным маньяком, я перепробовала все, что можно было, наверное, попробовать, все, что можно было нагуглить, прежде всего потому, что я столкнулась на самом деле с потерей волос. Я столкнулась с тем, что у меня была полностью разрушена длина, а у меня были разрушены волосы настолько, что они не принимали даже темный краситель, он вымывался через 5-7-10 дней. И, соответственно, вообще-то ситуация была очень-очень печальной. И хочу сказать, что сегодня я специально высушила волосы не феном, как я делаю обычно, не бейби-лиз. У меня есть специальная щетка с крутящейся головкой, как я тоже делаю обычно. А, в общем-то, я их помыла, использовала кондиционер. И, соответственно, вот они высохли таким образом, и я считаю, что для моих вьющихся волос, которые склонны к тому, чтобы пушиться, которые, в общем-то, склонны к тому, чтобы не иметь собственного блеска, я считаю, это просто, ну, великолепный результат. И повторюсь, что здоровые волосы, они прекрасно укладываются именно в этом их преимущество. Помимо того, что они очень хорошо выглядят, они именно очень легко укладываются. То есть вы получите знаменитую укладку Beach Waves, то есть пляжные волны, вот просто таким образом посушив волосы, совершенно с ними ничего не делая. Соответственно, если вы приложите минимум усилий и, допустим, подкрутите кончики плойкой, это очень хороший способ, особенно когда вы отращиваете волосы. Вот эту нижнюю длину ее, в общем-то, уже тяжело разрушить, ее невозможно восстановить. Она служит просто для того, чтобы, в общем-то, придавать длину вашей длине. И, соответственно, это очень хороший способ иметь красивую прическу, но при этом, в общем-то, тратя минимум времени. Итак, я предлагаю вашему вниманию также несколько аутфитов. И хочу сказать, что все эти аутфиты очень-очень простые. Я постаралась подобрать Total Blade, ну, либо совершенно минималистичные аутфиты. Я запишу, конечно же, видео о том, как я вижу минималистичный гардероб, потому что я вижу, что у меня много зрителей-минималистов, которым нравится минимализм. И, как я всегда говорю, быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей. И, в общем-то, перефразируя, могла бы сказать, что можно быть минималистом, но при этом очень-очень хорошо выглядеть, вопреки, наверное, распространенному мнению о минималистах. И, соответственно, вот посмотрите, это очень простые аутфиты. И здесь самое главное – это волосы. Волосы любого цвета. Они могут быть темные, могут быть, в общем-то, блондинистые волосы. Заранее скажу, что те, кто хотят быть блондинками, как я, в общем-то, очень тяжело иметь красивые волосы, потому как любой блонд будет разрушать волосы. И, соответственно, любая длина на, в общем-то, качественных, хороших волосах смотрится очень-очень, что называется, богато. Я видела, что на ютубе русскоязычном очень популярны видео, как выглядеть дорого. Вот, например, на англоязычном ютубе очень популярны видео, как выглядеть стильно, в то время как на русскоязычном, вот как выглядит дорого. Так, в общем-то, я убеждена, что, чтобы выглядеть дорого, нужно, в общем-то, иметь в порядке свои волосы. Хочу сказать, что не все девушки могут осознать проблему со своими волосами Прежде всего потому, что они смотрят на себя спереди Ну и вообще-то спереди все смотрится очень часто достаточно хорошо Я всегда советовала всем на фейсбуке, кто в общем-то знал о моей эпопеи с волосами Фотографировать себя сзади, то есть делать себе селфи сзади И я вот уверяю, что вас ждет много неприятных, к сожалению, открытий И также по эреку я знаю, что очень многие стали отращивать волосы Именно потому, что они случайно увидели себя в общем-то сзади случайно сфотографированными Итак, я предлагаю вашему вниманию, в общем-то, свой любимый способ отращивать волосы Как я уже часто говорю, для того, чтобы отрасти красивые, здоровые волосы Нужно две вещи Это хороший шампунь, не агрессивный шампунь Именно это я подразумеваю, когда говорю хороший шампунь И в общем-то хороший кондиционер Это, соответственно, кондиционер без силиконов Либо, в общем-то, с легкими силиконами, которые смываются обычным шампунем Даже не шампунем глубокой очистки Сама я использую вот такой шампунь Я о нем уже говорила Это даже не шампунь, это универсальное мыло Я также использую его для мытья рук Для мытья, в общем-то, для уборки дома Его тоже можно использовать И можно использовать для стирки Единственное, что это получается очень дорого Поэтому я им не стираю Но могу сказать, что это универсальное мыло У него растительное, в общем-то, его растительное происхождение Его можно купить на amazone.it, если вы живете в Европе Ну, или версия вашей страны И также вот на этом сайте, в общем-то, это именно производитель Он имеет свой сайт И у них прекрасные цены И, соответственно, хорошее качество Хочу сказать, что цены амазона и самого сайта не отличаются Но вот на сайте очень часто бывают промо-акции И, соответственно, у них покупать несколько выгоднее Потому как промо-акция может либо что-то еще прилагаться Либо какая-то дополнительная скидка накапливаться Поэтому, если вы думаете покупать себе подобное мыло Соотношение цены-качество я вам рекомендую эту фирму И, соответственно, на их сайте легко зарегистрироваться Все покупается очень-очень быстро Хочу сказать, что да, это мое любимое, в общем-то, средство для мытья себя Любимое, также моются мои дети Безусловно, я разбавляю водой даже это мыло Оно достаточно, в общем-то, концентрировано Оно мало пенится Именно этим отличаются мыло с неагрессивными павами Шампуни с неагрессивными павами Вы можете легко их узнать, они будут плохо пениться Но таких в продаже практически не имеется Все шампуни, все мыло, все средства для гигиены лично Они очень-очень сильно пенятся И именно, в общем-то, этим их можно отличить У них очень агрессивные мыльные составы Они очень сильно, ну, сушат Хотя проблема не только в том, что они сушат кожу И хочу сказать, что я недавно была в супермаркете И приобрела для себя средства, которые рекомендовала и вам В другом своем ролике И давайте я еще раз покажу эти средства Они все из линейки Гарния Ультрадольче А также из линейки Гарния Фруктис Есть другие линейки, которые хорошие Также бюджетные, они продаются в супермаркетах Содержат хорошие составы Имеют, точнее, хорошие составы Содержат хорошие ингредиенты Но я не думаю, что их можно найти в России Поэтому давайте остановимся на Гарния Ультрадольче А также Фруктис В общем-то, Фруктис, линия Фруктис Могу сказать, что некоторые упаковки я не нашла в русскоязычном варианте Возможно, я плохо поискала А возможно, просто они не выпущены были на русский рынок Либо уже сняты с продажи Но я все равно их помещу Потому как у них тоже хорошие составы В Италии их можно встретить, но гораздо реже Вот я сама себе выбрала вот такие средства Хочу сказать, что для меня кондиционер с авокадо Это просто идеальное средство для моих ющихся волос Очень-очень хорошо позволяет не пушиться волосам Очень хорошо работает на моих волосах И, соответственно, легко смывается Кстати, хочу обратить ваше внимание Что вы, если не умеете читать составы Вы можете догадаться о том Как много силиконов Либо как мало силиконов в вашем кондиционере Либо в вашей маске По тому, как они смываются с рук Бывает, нанесешь маску на волосы Либо кондиционер на волосы И моешь руки, чтобы, в общем-то, пойти заниматься своими делами Те 20 минут, которые маска, допустим, должна находиться на волосах И ты эту маску просто смыть не можешь Ты вот под водой стоишь Руки трешь, трешь, трешь И они все равно как будто бы Ну, как будто бы вот в таком неком составе Соответственно, да, это вот силиконы, которые не смываются водой Иногда и мылом помоешь руки А все равно вот такое ощущение, что на руках что-то есть Это вот как раз-таки плохие составы Они плохо смываются с кожи Они плохо смываются, в общем-то, с волос Итак, думаю, что в любом супермаркете можно найти эти средства Хочу сказать, что в нашем супермаркете Я купила их снова по скидке Стоил евро 39 Поэтому, если вы живете где-то в Европе То вот евро 39 это вполне реальная цена Соответственно, можно ждать скидок И пытаться купить по такой хорошей цене И хочу сказать, что вот эти гарнии Ультрадольче, линия Она обладает хорошим составом Но пока как-то вот никак сам гарнии Не афиширует и не рекламирует Только, в общем-то, блогеры по всему миру Говорят наперебой, что составы хорошие Но сам гарнии не пользуются пока Вот тем фактом, что составы действительно Они сделали очень хорошие И плюс цена, как это ни странно Одна из самых низких именно вот на эти шампуни Если мы возьмем Эль Сеф Он стоит гораздо дороже Это Лореаль-производитель И, соответственно, в общем-то, все преимущества на лицо Покупать вот такой дешевый шампунь И плюс с таким хорошим составом Повторюсь, что в одном из своих роликов я говорила Почему я не вижу смысла использовать маски Почему можно обойтись одним кондиционером Во-первых, если мы посмотрим на составы многих масок Даже дорогих масок Вот даже керастаз, если мы возьмем Очень многие девушки любят керастаз На Айреке керастаз Имеют прекрасные отзывы То мы, в общем-то, увидим, что там в составах Очень много силиконов И, опять же, мы возьмем любые другие маски Мы увидим, что там есть силиконы И, соответственно, силиконы что делают? Они обволакивают волосы То есть они проникнут не как в волосы Что-то там на уровне более глубоком сделать не могут Соответственно, в общем-то, мы, опять же, тратим свое время Потому как очень многие маски рекомендовано выдерживать более долгое время Мы тратим, в общем-то, свои деньги Потому как маски стоят гораздо дороже, чем кондиционеры Но особого никакого эффекта мы не получаем Плюс я уже говорила, что даже если у вас в руках хорошая маска С хорошим составом То очень важно правильно мыть волосы Трехразовое нанесение шампуня Плюс оставлять последний раз шампунь Вот буквально 8, даже 10 минут Особенно если вы живете в городе, где много смога Но никто этим, в общем-то, не занимается А даже если кто-то имеет желание этим заниматься То, в общем-то, в душе вот так просто такую процедуру не проделаешь Соответственно, помыть 3 раза голову Плюс еще нанести маску на 20 минут как минимум В общем-то, все это требует достаточно большого временного промежутка Поэтому, что маски неудобно использовать Ну и, пожалуй, в общем-то, этот ролик можно на этом и закончить Итак, я думаю, что вы поняли, что первый способ, о котором я хотела вам рассказать И также способ, который я выбрала для себя И который я считаю очень эффективным Это способ, как называемых, химических масок Химического ухода То есть неорганический, не биоуход Который также очень популярен среди тех, кто отращивает волосы Который также на себе попробовала И о котором я расскажу в другом своем видео Но, повторюсь, в условиях, когда у вас мало времени В условиях, когда, допустим, вы ограничены в денежных средствах Которые вы можете потратить на косметику для волос В условиях, когда, допустим, у вас нет хороших магазинов Где проверенное качество Где не контрафактный продукт Где не контрафактный продукт То, в общем-то, нет никакого смысла на все это тратиться Все это искать Возможно, заказывать по интернет-магазинам Можно прекрасно обойтись Вот простым хорошим шампунем И хорошим кондиционером Кондиционер будет нам сохранять длину Не позволять волосам, в общем-то, ломаться Не позволять волосам механически тереться И, соответственно, получать дополнительные повреждения Хочу также обратить ваше внимание Что моя любовь носить платки Пришла ко мне именно Когда я стала отращивать волосы Потому как очень важно Во время того, когда вы отращиваете волосы И когда у вас волосы уже, в общем-то, Достаточной длины касаются, как минимум, плеч Очень важно беречь их от механического повреждения Что такое механическое повреждение? Это, прежде всего, расчесывание Соответственно, нужно обзавестись хорошей расческой В одном из своих видео я говорила про расческу Тангл Кизер, если я не ошибаюсь, она называется Очень важно учесть, что наши волосы Постоянно трутся об одежду Хочу сказать, что волосы Шерстяной одеждой очень сильно путаются Гораздо меньше путаются И лучше себя чувствуют волосы Они, в общем-то, сами себя полируют На кожаной одежде Либо, в общем-то, на шелке Из-за того, что у меня уже была Внушительная коллекция шелковых платков Которая, в общем-то, лежала без дела Я начала, вот таким образом, беречь свои волосы И пытаться носить платки Соответственно, в общем-то, я научилась их носить Теперь я очень их люблю Это очень хороший аксессуар, который я всем советую Соответственно, в общем-то, шелк, он, безусловно Не такой травматичный, как любой другой материал Соответственно, если волосы, когда их трепет ветер Трутся о шелковый платок Это все гораздо для них менее нетравматичнее Чем если бы они терлись просто от ткани, допустим, пальто Той же самой куртки, либо пиджака Ну, в общем-то, даже хлопковая одежда Если на мне хлопковая одежда В общем-то, вот такое простое видео Про то, как можно отрастить волосы Вот буквально на бюджетном шампуне и кондиционере И я знаю, что, к сожалению, многие в этот способ не поверят Потому как гораздо проще убедить себя Что чем больше усилий ты прикладываешь Чем больше денег ты вкладываешь Тем, в общем-то, и результат, и отдача будет больше Но хочу сказать вам, что это, безусловно, действие рекламы Действие маркетинга Нам просто внушили, что для того, чтобы быть красивыми Быть здоровыми Здоровыми, красиво выглядеть, хорошо одеваться Стильно одеваться Нам нужно баснословное количество денег И также, в общем-то, баснословное количество этих денег Тратить, перекладывать, в общем-то, в чужой карман Но на самом деле все это не так Можно обойтись минимумом денег Минимумом времени, затраченного на себя любимую И выглядеть очень-очень хорошо Это была Инна Скворцова Всем красоты и хорошего дня Пока-пока Пока-пока